За наградой вышли на сцену всем дружным коллективом. Ребята из театральной студии «Вдохновение» стали лауреатами конкурса «Серебряный олень» сразу в двух номинациях. С таким руководителем это неудивительно. Ирина Вальц – профессиональная актриса, однако за своих подопечных очень переживала. Все-таки была удаленка, и дети слышали музыку очень тихо, а нужно было все делать активно, задорно. И, конечно, когда я услышала, думаю, господи, они не справятся. И было очень интересно, мы говорили, как нужно говорить громко, музыка, как будет тихо. И они действительно поверили в эту игру, театрализованную игру, и поверили в то, что они действительно классные артисты. И было абсолютно все равно, что тихо играла музыка. Профессиональные актеры должны уметь все, считает Ирина. Дистанционный формат для ребят из школы рока тоже стал не ограничением, а новой возможностью. Группа «Дистант» образовалась в период пандемии, и отсюда название «Дистант» от слова «дистанционное обучение». В группе три девушки и двое парней. Компетентная жюри по достоинству оценила каждый номер. Они проверили для участников мастер-классы, поделились опытом. После таких мероприятий все время творческий потенциал растет. Мне как дирижер очень приятно видеть, что оркестрово-ансамблевая игра, она позволяет всем быть в единой сцепке. Там нет солистов, там все выполняют каждую свою функцию. Творческим подарком для всех стало выступление артистов ансамбля областной филармонии с постановкой известной поэмы Александра Твардовского. С первых дней годины горькой, в тяжкий час земли родной, не шутя, Василий Теркин, подружились мы с тобой. Вручение наград – это не финал, уверены организаторы. Конкурс принял формат настоящего фестивального движения без начала и конца. Наше фестивальное движение, наконец, обрело ту форму, к которой мы стремились много лет. Не прекращающегося цикла программ. Программ просветительских, программ конкурсных, программ концертных, выставочных. В этом году в нем приняли участие более двух тысяч ребят. Награждение в других номинациях пройдет в ближайшее время в Заречье и Звенигороде.